Протащила его, наверное, 3 метра на машине. И, соответственно, назад также протащила его. И после этого встала на месте и вызвала уже мужа. Красноярка Виктория Кривачева рассказывает, как поездка в торговый центр «Комсомол» для нее и ее машины обернулась неприятным приключением. Приехала забрать дочь из детского центра, стала выезжать с парковки и на высокой машине просто не заметила препятствия. Вот, на вот такое желтое чудо мы напоролись. Соответственно, я не сразу вообще поняла, что произошло. То есть наехали мы, получается, передом, проехали с ней еще 2 метра, то есть протащили ее. И я, естественно, поняла всю ситуацию, стала сдавать назад, попыталась с нее съехать. Но, соответственно, эта вещь, она поехала за моей машиной. И я поняла, что мне абсолютно нельзя уже сдвигаться ни влево, ни вправо, дабы я разорву все дно себе и всю защиту. Вот, я остановилась, соответственно, позвонила мужу и стала его ждать. Вызывать сотрудников ГИБДД женщина не стала, решила, что сама виновата в случившемся. Однако, пока Виктория ждала мужа и эвакуатор, который бы снял машину с лежачего полицейского, случилась еще одна авария. Другая посетительница торгового центра врезалась в злосчастную полусферу и повредила бампер. Красноярка рассказала о случившемся в соцсетях и тут же получила десяток сообщений от других водителей. Оказалось, что эти лежачие полицейские испортили настроение и машины многим. Добрый вечер. Можете свой телефон для связи скинуть? У меня у самой там зять машину разбил, также наехал на эту полусферу. Неделю назад тоже там разбила машину, тоже Мазду низкую. Итог – ремонт 20 тысяч. Тоже повредил свой авто на их парковке. Замят порог. У меня муж на 180 тысяч ремонта попал из-за этих ограждений на парковке. Если есть шанс их как-то наказать, готовы подписать коллективную жалобу. Я несколько дней назад наехала на эту фигню там же. Звук был такой, что думала, все, пипец, диск поцарапала. Слава богу, колесо машины просто соскочило и ничего не пострадало. Но звук был жуткий. Пока наша съемочная группа работала на этой парковке, к нам прямо там обратилась еще одна пострадавшая автолюбительница. На днях Инесса Лихтинвальд также выезжала со стоянки и напоролась на желтую полусферу. Чтобы хоть как-то выехать, женщина подняла машину домкратом и попросила другого водителя выдернуть ограничитель из-под авто тросом. Говорит, было темно, и она просто не заметила конструкцию. Хотя я знала, что есть такое препятствие, но их не видно. Уже было чуть-чуть сумеречно, и поэтому я при повороте наехала правым бампером на вот такое препятствие. Мне кажется, они должны быть ниже, и они у них расположены в виде каких-то элементов. И правда, эти бетонные полусферы стоят здесь в хаотичном порядке. По их состоянию видно, что водители часто на них натыкаются. Как правило, такие ограничители ставят на крупных парковках, чтобы обычные водители сильно не разгонялись, а дрифтеры не крутили пятаки. Но существуют гораздо более безопасные варианты этих лежачих полицейских. Они не такие высокие и сделаны из резины. В администрации торгового центра подтверждают, полусферы нужны для безопасности движения. А тем, кто наехал на них, рекомендуют оформлять ДТП. В будущем, говорят в Комсомоле, парковку могут переделать. Передвижение по парковке ТРК Комсомол регламентируется правилами дорожного движения. Поэтому в случае возникновения любого дорожно-транспортного происшествия необходимо обратиться в ГИБДД. И действует в соответствии с установленным порядком по оформлению ДТП. ТРК Комсомол сейчас обновляется как внутри, так и снаружи. Доработка зоны парковки также входит в планы по благоустройству территории. Автоюристы тоже рекомендуют ни в коем случае не уезжать с места и оформлять ДТП. При этом важно обратить внимание, есть ли на въезде на парковку предупреждающие о неровностях знак и схема движения. Если этой информации нет, то тогда водитель уже должен, безусловно, если произошло такое событие, поврежден автомобиль, причинен ущерб, необходимо обязательно вызвать сотрудников ГАИ, телефон 127, дежурная часть, и оформить данное дорожно-транспортное происшествие. После этого уже обратиться с претензией в адрес собственника данного земельного участка и произвести уже оценку ущерба. Если ответ вы не получите на данную претензию, уже смело можно будет обращаться в суд, приложив экспертизу отчет об оценке. Если ДТП оформлено верно, то такие дела, говорит эксперт, как правило, выигрышные. Если же пострадавший покинул место происшествия и только потом решил возместить ущерб, сделать это будет значительно сложнее. Поэтому здесь лучше потратить время на составление протокола, чем после самому оплачивать ремонт. Алена Кузнецова, Владимир Антонов, Новости ТВК.